Музыка Это вот что-то снова начинает происходить и куда-то веру. Хорошего, хорошего. И в этом есть определенное действие Божье проведение. Когда Бог делает шаг или какой-то призыв, мы должны отреагировать на него. И вы представьте, если ваша голова дает вам какой-то приказ или побуждение. Сходите, например, в магазин. И вы вышли из дома, а тело все пошло в баню. И понимаете, вы начинаете просто раздвоение личности. Вы хотите что-то приобрести, что-то купить, а тела нет в баню и все. Понимаете, такая вот война. И нам как бы смешно, может быть, даже немножко утерированно это выглядит, но ведь на самом-то деле именно вот это и происходит в теле. Господь хочет определенного действия. То есть написано о том, что Христос, Он глава церкви. Голова. Да, глава. Мы все Его тела. Если твоя голова дает приказ к твоим членам, они послушаются бескомпромиссно. Или вообще у них другого какого действия члены тела не могут произвести. Вот поднимите руку. Руку можете поднять? Понимаете? Вот кому это было трудно сделать? Спасибо. То есть для того, чтобы вы подняли руку, вы должны были, ваша голова должна была дать приказ к членам, мышцам и... Смотрите, вот я могу говорить, а она может сама что-то делать. И в моей руке могут появиться такие желания, что, наверное, она делает это сама по себе. Вот я могу дальше проповедовать, а рука может вот так дальше сама ходить. И тогда давайте сейчас будем, как бы подумаем немного. Это вот кто сейчас вот так делает? Это рука сама... Да хватит уже. Да, и вот зачем мне такая рука, спрашиваете вы, да? Которая что-то сама по себе делает. Ну хорошо, я возьму такой пример. Вот хотя кто из вас любит гладить? Не надо, да. Только один человек в зале, абсолютно понимаю. Что, что глашка это, глашка белья это очень тяжелейший труд. Потому что белье скапливается, почему-то так много. То есть, что такое простынь, вы представьте, что такое простынь гладить? Мама дорогая. А если в семье четверо-пятеро человек, включая мужик, то есть это же гладить сколько надо. И вы тогда, представьте, вы берете утюг, да? Включили его в розетку, для того, чтобы он нагрелся, потому что холодного уже никто, естественно, не гладит. И вдруг утюг говорит. Сегодня, дорогая, не буду ничего делать. Сегодня я отдохну. Подождите-ка. Тут в кое-то веки собралась гладить. И ты тут мне это начинаешь теперь выпендрешь такой выстраиваться. Что я тут буду гладить, не буду гладить. В розетку и быстро нагревайся. Нет, не буду. Да зачем так? Вот скажите, кому нужен такой утюг? Говорящий. Причем еще непослушный. Но если на опционе только продать, да, никто поверит тебе, что утюг может говорить и сам думать. И точно так же происходит вот в Церкви Божьей. Когда Бог хочет использовать свой сосуд для определенного действия, вдруг появляется какая-то идея. У меня сегодня выходной, я сегодня не хочу. Или еще что-нибудь. Наверняка вы помните историю, где Иисус подошел к смоковнице для того, чтобы поесть. Да? И вот теологи спорят так. Почему он все-таки ее проклял? Ведь не было же срока. И потом они на обратном пути пытаются вспоминать эту историю. Петр, они проходили, Иисус уже не обращал внимания. А Петр увидел. Иисус, ты это проклял, смоковнице. Вот смотри, она засохла вся. И как-то я размышлял над этим, над этой мыслью. Потому что много, как бы, есть и проповеди, и разных толкований, почему это так произошло. И я скажу свою версию. По времени или не по времени, но Бог хочет от нас увидеть плод. То есть мы, как люди, да, вот мы говорим, что вот у смоковницы есть сезон. Приносить плод или не приносить. В Израиле они вообще приносят плод четыре раза в году. То есть, другими словами, они постоянно, ну, плодоносят. Да? Поэтому для нас, живущих здесь, вообще непонятно. Здесь только осенью что-то, да, конец лет что-то появилось, и потом опять холод, опять зима, лето на полтора недели. И то я в этот один день, и тут я в этот день работаю. Как иногда говорят. Теперь Иисус хочет подойти и увидеть от своего дерева, да, или, скажем, хочет увидеть от смоквы плода по сезону или не по сезону. Поэтому мой просто совет. Если даже ты сейчас не плодоносишь по сезону, то закатай в банки. Сделай загрудки. Запасись. Чтобы когда Христос пришел и сказал, хочу есть, у тебя всегда было бы, что поставить на смок. Потому что он по-другому, как бы от своей церкви, и не может ожидать другой реакции. Вы представьте, жених, который так вот жаждет встречи с невестой, все там летит, там летит, не знаю, там, с дальнего плавания, все бежит на такси, все быстрее к любимой. Подъезжает уже, все звонит. Я здесь, где ты? Я с подругами договорилась пойти в кино. Не могу им отказать. Не понял. Я полгода был в море. Писал. Ты отвечала. Любовь навеки. Я приехал. Какое кино? Какое кино может быть? Разве это не обидело бы чувство жениха? Это однозначно обидело. Поэтому Бог, Он желает увидеть от нас в плодоносе в любое время. Если ты не по сезону, Бог, понятно, голова болит, там, не хочется. Но делай закрутки, чтобы у тебя всегда все было. У хорошей хозяйки есть маленький склад. Я вот тут остановился в одном доме. Раз куда-то побежал, куда-то брал. Несет такой мешок оттуда с сахаром, с пшелкой, с тушенкой. Говорит, а что у вас там склады где-то там есть? Есть там хозяйка, говорит, сделала. Говорит, даже сам не знаю, народ приходит. Маленький складик у нас есть в доме. Я так знаю, что обычно все на плане лежат. А вот здесь еще, знаете, такое есть старое русское слово шафрейка. Оно сейчас не употребляется. Но у меня когда-то, где я жил, я вообще родился в синагоге. И вот синагога забрали советовый евреев, сделали критушки, и вот это смогло что-то помнить. И там у нас был общий коридор, общий кролик и шафрейки. Я знал, что когда откроешь шафрейку, там можно найти все. Но в основном все, что тебе не надо. А Бог хочет так открыть, чтобы там было все и все для Него. Поэтому, друзья, будем богатеть Бога. Мы приносим плоды. Пусть они, если не сезон, делайте загрузки, делайте консервации, там еще что-то. Чтобы у нас всегда, по любому слову Господа, днем, ночью, вечером, в любое время у нас был бы один отель. Так, Господи, вот у меня использование. Аминь. Все время позднее. Первый принтером 12 глава говорит о членах в теле. Вы можете всю главу себе записать, но я прочитаю только несколько стихов. Вся глава достойна от чтения. Но поскольку у нас конференция, конференция это время работы, да, еще раз, да, говорю, что это работа, это не мастерство спикерское. Кто лучше, кто хуже, там, или кто сильный по мазанию. Мы пришли поработать, и поработать со словом, что Господь открывает для своего сезона, для своего времени, для церкви. Не для церкви, только вот одна, да, и не две, три. Сегодня здесь из пяти, из шести, из восьми церквей пришли люди, которым не безразлично. Которые здесь для того, чтобы что-то получить, а у Бога есть что дать. Поэтому это вопрос твоего респонса. Как ты реагируешь на то слово, которое приходит от Бога? Есть, есть время для почвы, называется вожделенной, да, когда почва готова, чтобы принять семя. Нет смысла сеять на асфальт. Поэтому сегодня асфальта здесь и нет. Но можно самому утвердить или сжать свое сердце настолько, чтобы, чтобы не позволить семени упасть на сердце, а остается в голове. Мы его как-то посмаковали, выглянули. Но то, что падает нам в сердце, то начинает прорастать. Из головы не прорастает, из сердца прорастает. Отсюда, да, истоки жизни. Отсюда начинается все. Мы начали любить откуда? Ну это в основном сестры, слава Господа. У мужчины непонятно, оттуда начинают. Да и могут быть сердцем закончены, понимаете? Поэтому, дорогие сестры, вот так и с Господом братья тоже от сердца нужно пойти. Это что, вы что-то не правы с тобой? Или это только в моей жизни так, в жизни так много? Ну хорошо, давайте снова к слову Божию. 12 глава 1 Коринфянам, 18 стих. Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно. Итак, мы здесь говорили о сосудах, пастор Валерий прекрасно расписал. Я думал, честно, я все это расскажу, мне такой страх уже появляется. Вы же сейчас все заберут, все что только есть. Но вот тут осталось немножко. Но Бог расположил, поэтому кто располагает эти члены? Бог. А нам кажется, что это, наверное, или пастор делает, или, по крайней мере, его заместитель. И он назначает кого-то старшим по столам, а мне опять у Бога досталось. Понимаете? А мне вот опять что-то самое такое, ну, неприкожное. Мне ни за пультом не посидеть, я не понимаю, что там эти крутилки, все время громко в церкви. Дайте мне один раз, я так сделаю тихо, чтобы слышно было, что мы поемся вместе. То есть когда, ну, Бог, Он распределяет людей там, где Он хочет. Потому что Он глава церкви, а мы Его члены тела. И Бог видит, что, ну, 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 глаз ты, да, или ты рука, ну, зачем тебе носом быть? Зачем срубать себя куда не надо? Ну, ты, мой мой. А есть ли место такое в теле, чтобы быть затычкой? Чтобы, понимаете, во все дела уже себя так задыхнуть и как бы вот сдерживать. И кто-то говорит, что слава Богу, что в машине только два тормоза и только один газ. Но тормоза, видите, тормоза, даже два тормоза, а газ только один. А вы представьте, если все тормоза были в машине? Ну, здравствуйте, компания тормозов. У нас такая самая тормозная конференция. Как бы затормозить дело тоже. То есть это же ужас был. Но тормоза должны быть, оказывается, в машине. Как же без тормозов? Это же тоже беспорядок. Поэтому у каждого свое место. Поэтому что мы должны были запомнить? Запомнить, что место, где мне быть, Бог предопределил. И мое место никто не зовет. Вот это еще один страх такой внутренний. А вдруг они вот вперед меня успеют? А вдруг она... А чего это она в пророки-то лезет, а? Сама-то от гашка на гашка. Позавчера умировала. А уже... А ну, вы сказали! Да что тебе Господь сказать по-руже, а? Ты на себя-то в зеркало смотрел? То есть, уже в мелкой, а уже в пророки лезет. Друзья, никто у вырыть батьки, у беков не в лызе. Поэтому каждый, кто сам хотел на себя возвысить, приходит время, где высоко летаешь, не заинтересно будешь падать. Разрешите Богу поднять вас в свое время. Вы смиритесь под руку Божьей. И Он поднимет вас. Поэтому прежде чем подниматься, прежде чем искать позиционные места, разрешите себе смириться. Кого нужно смирять? Тряпу половую, валяющуюся возле входа в дом, не надо смирять. У нее нет потенциала к смирению. То есть, это неправильное понимание. Смирить нужно только то, что можно смирить. Видели рисовку в машине? Ну, хорошо, сестры, я вас понимаю. Видели такую пружинку в ручке? Ручку разручиваешь, и там такая пи-пи-ручка. Если быстро выкрутилась, то пи-пи-пи-пи-пи. И начались поиски. Господи, где эта штучка, которая что-то тут вылетела? Что-то вообще может вылетать-то в ручке? Что же это за деталь такая? И потом мы находим пружинку, которая доделает вот этот щелчок. Чик-чик-чик-чик-чик. То есть, смирить можно только то, что смиряется. У него есть капасит. То есть, есть вот эта внутренняя сила, которую нужно сжать до определенного момента, чтобы был эффект. То есть, рессора имеет силу только тогда, когда она сжата до определенного момента. И тогда вот она дает вот это действие. Поэтому смирение, там вот это то, смирять нужно то, что можно смирить. Не знаю, я понятно, у меня такое чувство, что вы или поняли, или нет? Понятно. Да? То есть, тряпочка возле двери, она не нуждается в смирении. Я просто как бы, а ты бросил, надо вторую пришить, я бы говорил, что там. Смирять только нужно то, кого можно смирить. Значит, это не вопрос, что мы должны здесь, знаете, а нас ноги можно вытирать. Это не в этом случае, у нас есть гордость, да, у нас есть какая-то надменность, может быть. Приоритеты, что вот я сильнее, да, вы слабее, у меня два образования выше, а у вас-то... Скурил буквально в гаражах школьных. Поэтому, да, два коридора. То есть, вот этот момент, в котором нужно смиряться. Поэтому есть люди, которых Бог смиряет. Посмотрите жизнь апостола Павла, будущего, в то время его умил саблом. То есть, ведь не просто так День апостола, 9 глава, рассказывает потрясающую историю человека, который встречается с Богом тет-а-тет. То есть, один на один. Кто-то видел свет, кто-то слышал голос, но только он слышал и голос, и свет, и сам поговорил. Ну, какие-то не говорили вообще ничего. То есть, и вот когда это происходит с ним, тогда, когда он падает, он ослеп, у него происходит диалог, он говорит, в оригинале этого слова нет, но оно должно было быть там, он говорит, что прикажешь мне делать? Если вы будете изучать оригинальное, вместо писания, то есть, в оригинальном греческом написано, эта фраза вообще нет, но она подразумевается там, поэтому в русской Библии правильно сделали, что ее оставили. Он говорит, Господи, что прикажешь мне делать? То есть, Апсадл точно понимал, что вера в Бога, служение Богу, это то, с чего началась конференция. Хождение с Богом, общение с Богом, это не служение Богу, да, исполнение то, что, как бы, как мне бы выслужиться. У Савла предостаточно было выслуги, и он выслуживался, в общем-то, перед фарисеями, книжниками, священниками, у него был вхож, у него пропуск был в Кремль, да, образно говоря, то есть, иметь его однозначно над первосвященником в свое время, потому что зайти в первые палаты и попросить документ, который нужен только тебе, и тебе его подписали, может только человек, которого мы, скажем, да, с колокольни первосвященников видим, что это будущий наш, ну, преемник, и мы должны его, как кадры, наши кадры продвигать. Никто из нас не просил ему идти в Дамаск, он, сын, придумал это, вы дайте мне документы, я сам все сделаю, я все принесу. Он говорит, фу, удивительное рвение, конечно, пожалуйста. И вот он идет, встречается со Христом, и когда он падает, он говорит, Иисус ему говорит, ты умеешь меня самого, и когда он понимает, что ты есть Бог, то есть, ты не удошел, вот он Бог. И он сразу говорит, Боже, что ты прикажешь мне делать? И удивительно, я с нашего Бога, я просто в шоке. То есть, что Бог мог бы сделать? Он мог бы сказать, прошу тебя, иди, будешь апостолом, ну, ладно, здесь у меня свое уже есть, иди туда подальше, иди к этим язычникам. То есть, вместо еще Бога. И ведь тоже это он бы и сделал, то есть, Бог уже знал, что он должен был бы быть вот этим. Но почему он нам этого не говорит? Ну, ты какой жадный, да? Вот всем расскажу о тебе, нет. Но он ему что отвечает? Ты, иди куда шел. Ты иди куда шел, иди в Дамаск. Там найдется человек, который скажет тебе, что надо делать. Не понял. Не, Иисус, смотри, я здесь, ты здесь. Мы уже встретились. У нас уже есть общение. Уже есть диалог. Да? Да, я уже тут в посте. Я уже, я понял, что это ты. У меня есть откровение тебе, что это ты. И у тебя есть, похоже, откровение, что я, это я. И мы встретились, и мы нужны друг другу. Давай решим этот вопрос между нами. Зачем нам третьим? Давай просто решим. Скажи мне, я тебе, и все. Тем более, что я готов служить, и ты видишь в моем сердце, что это так. И Бог говорит, не, 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 ты одного сейчас не понимаешь, что в твоей жизни нужен другой человек, чтобы между мною и тобою были еще люди, которые тебя как кружину сожмут. И поставят тебя в очень неудобное положение в подчинении. Чтобы ты не только вот, да, со своим желанием выслужиться и найти сектанта в том городе или в том городе, но чтобы ты мог подчинить себя в теле Христову и сделать то, что тебе требуется в связке с другими сосудами, с другими взаимоскрепляющими членами в теле. И никак по-другому, потому что у тебя рвение до Бога есть, рвение до Священного Писания есть, но у тебя должно быть рвение, понимание чувства локтя, понимание чувства тела Христова, о том, что ты не один здесь пуг земли, о том, что мы все одна церковь. Нету здесь одной пятидесятнической церкви или харизматической церкви или еще какой-то адвентистской, бомбтистской, что вот мы тут, мы, мы в свет. Мы только все вместе в свет. Мы только туда все вместе, поэтому сегодня представители разных, сегодня церкви здесь, да, динаминации даже сегодня здесь разные представлены. Это и делает нас сильными. Как вы думаете, Иисус был хороший молитвенник? Как вы думаете, отец, естественно, отвечает на молитву Иисуса? А на какую молитву Иисус не получил ответа от процесса? Прогласить чашу. Не, ну, Иисус там покаялся, он сразу сказал, но не моя воля твоя доходит, я для этого час и пришел, поэтому он понимал, что он пришел все-таки ее выгодить. Да будут они едины, а мы не видим этого единственного и не видели еще предыдущие все 2000 лет. Некоторые на этом делают пиам, или делают такую спекуляционную тему, что сейчас вот ойгумение начнется, сейчас потом появится в ойгумении какой-то новый папа римский, и вот все это объединиться, и все вот опять дьяволы будут поклоняться. Вы поймите, что наше единение, единство, оно не происходит и никогда не произойдет под эгидой какого-то названия, человеком придуманного, или человеком придуманного якобы по откровению он Бог. Единство, единство, единение в теле Христовом это Дух Божий. Вы какого Духа? Да, Божьего, так значит мы одна семья, мы тогда одна семья, мы Божья семья, и по-другому уже никак. Но у вас есть своя прописка, у меня своя, да, тем не менее братья ходят в одну баню, все второе в другую баню. То есть у нас есть и должны быть определенные различия, но не различия в Духе, в Духе Христовом, ибо в Духе Христовом мы одно и ни по чем-либо другому. Даже в форме проведения служения мы тоже, если будем говорить, мы все равно не дойдем к какому-то консенсусу, к общему пониманию. До прославления нужно делать призыв к покаянию или после. Слово проповедовать в начале или в конце. Пожертвование должно быть с призывом или просто в коробочке при входе. Это мы будем спорить до второго пришествия. И кому оно надо? Скажите мне, кому оно надо? Это когда лежит человек, здесь 30 километров от силы, да, в нем всего лишь 37 килограммов, и он умирает от того, что он на передозе. Кому нужна твоя коробочка с пожертвованием, где она должна стоять, когда человек умирает от того, что он просто недоедает, он умирает? Что мы делим, как тело Христова? Какие динаминации? Какое мы помазание делим? Вот у нас мастер помазал. Ну там, да, там тоже чуть-чуть. А вы, это вообще непонятно, что это, колбасня. Детский сад. Но если вы Духа Божьего, мы на земле. Потому что не может сказать глаз, ты мне не нужен, ух. Как мы можем? У нас в членах тела этого нет. Вы знаете, вы легли спать, и утром революции. Твоя левая рука сказала правой, что она правая. Шла вам отсюда. Я буду теперь с людьми здороваться. Я хочу в хату открывать ключом дверь. И ночью накачаю мышцы. Пока носки. Голоски на тут, с гондырой. Бицепс растет, и утром революция. Папа, все. Левая. Я где-то тебя уже видел. Стала снова правой. Вернее, не снова, а стала правой. Такого нет, такого не может быть. Если такое есть, надо обращаться к врачу. К врачу, к психиатру. Потому что есть не только раздвоение личности, есть разложение всех членов. У каждого члена мозг появился. И каждый член стал по своему духу. Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно. Поэтому не надо спорить. Бог поместил одного там, другого там, другого там. Каждый просто пусть в своем вот растет в огороде. С чего начинается рост в огороде? Оно начинается с семени. Все самое доброе, Богом предопределенное, породу своему растет. Берем маленькое семя, сажаем в правильную почву. И семя, да, и слома стало плоть. То есть мы с малого начинаем и большой растем. В Боге нету лимитов просто. Мне не нужны больше ни конференции, ни семинары, ни какие там, ни братья, ни сестры, ни учебники, ни книжки. Я достиг, мне достаточно. То есть, но Боги-то мог бы расти бесконечно. И действительно есть чему поучиться, потому что Боги нет лимитов. Он сам вечность. Альфа, я имею в начало и конец. Расти сколько влезет. Смиряйся, служи. Но мне бы хотелось, чтобы мне дали микрофон в просьбе. Например, мне бы хотелось вести прославление. Потому что я немножко умею, я знаю три аккорда. Когда мне подошли и сказали, пастор Николай, у нас есть братик. Он так, возьмите его к себе на концерт, он так помазанно играет. Я говорю, да, а что он играет? Ну, там вот он уверовал. Я говорю, вы что? Он говорит, он уверовал полгода назад. Он говорит, мы дали ему гитару, и начал Господь его воспитывать, он начал играть. Сейчас три аккорда выучил прославление. И говорит, такое помазание. Я говорю, да, ну дайте-ка себе послушать, что там он играет. Нет, зачем он в кассетах? В основном, он придет и сразу сыграет. Ну, конечно, может быть и такой подход. Мне тоже очень хотелось играть на гитаре. Я когда-то играл на гитаре в мире, ну, там три песни знал. А в армии немножко поиграл. Ну, пусть он тогда стал уже. За год под службу, а то бы играл по ночам. Поэтому там все свои таланты после года службы открываются. Обычно. Потому что это очень сильно маскируют. Маскировают. И вот я прихожу в церковь, а мне говорят, значит, так это, вот ты. И потом я понял, что только Христос меня поименит. А так меня «э» и «ты». «Э», «э», «сюда иди». Даже умнее имя было «э», потом «ты». Ну, и то же самое, только по-эстонски. «О! Э!» «Тулесия» — это прям итальянское имя какое-то, португальское. «Тулесия» — это только вот. И вот я «тулесия» и мне говорят, «Тулесия, то прийди сюда» по-эстонски. Потом я понял перевод. «Ты это возьми вот это, да, и неси это туда». И потом, когда я увидел, что мне надо нести, это была гитара лидера прославления. То есть он поиграл, а я должен был его гитару сложить, закрыть чехол и отнести ее обратно вот в школу. И это у меня такое задание было. И я, знаете, как-то вот в середине этого задания начал размышлять. Что-то, почему «Тулесия» должен быть? Почему товарищ Марс не мог быть? Как бы от начала до конца сестричка спешила, она сама попела, сама. И как-то сразу у меня вспомнились саночки, которые надо любить, возить там. Знаете, я так оброс. Сразу же всеми вот этими критчами, которые в детстве мне папа остался в тысячу раз. Что-то они сразу ожили так во мне. И я служил в армии, сержант Красной Армии, да, с запасами. И как-то, знаете, и тут приходит такая девочка там, «Э, Тулесия, опять позвали меня». Я так вот это вбери, и она говорит, «Ну иди, иди уже, иди, иди». Я, знаете, так и даже не мог поедать. Я, может, сразу ударить? Чтобы «Тулесия» закончилась навсегда, потому что у меня есть ими. Я беру эту гитару. А гитара, ну, фирменная. Ты, ну, на улице 92-й год. Знаешь, какие гитары в жизни. И вот тут гитару, у меня руки трясутся. Так, беру этот чехол, такой, знаете, такой пластмассовый. Я же не знаю, что такие бывают. Я так беру за ручку, и гитара открывается, потому что там какие-то были замочки. Я даже не знал, что они закрываются. Гитара вылетает. И тут подбегает ко мне вот та, которая говорила мне «Тулесия», блин, подбежал уже другой. И он ко мне подходит. «Ты что, дурак, что ли?» Я понимаю, что половую тряпку не надо сменять. И у меня… Он говорит, «Ты что, дурак? Ты что, не знаешь, что надо замки закрыть сначала?» А я говорю, «Я даже не знаю, что это замки. Он же вообще идиот. Кого в библейскую школу призывают? В общем, он меня закрыл. Иду я. И знаете, внутри, может, ему с ноги или с руки. Вот так, чтобы один раз. И он же навсегда понял, что Туисия не будет носить за вами гитару. Друзья, но Дух Святой, мы Духа Божьего, да? Он внутри говорит, будешь верным в вам. Бог поставит тебя на больше. И дальше он продолжает. Если ты будешь верен в чужом, скажи соседу, будешь верен в чужом. Не в своем, а в чужом. Поэтому давайте мы это, братья и сестры, отстаем и запасемся вот этими Божьими откровениями, то есть вот на которыми строится суть христианства. Их много. Это только одно из них. Что верный в малом будет достоин большего, что верный в чужом займеет свое, личное. Сегодня у меня уже есть своя гитара. Слава Господу. Но я посеял две. И обе за гармоничные. Поэтому, если ты останешься на этом пути, оно тебе вернется. По прошествии времени, хреб вернется тебе. Поэтому не жди жертвы завтра, послезавтра. Останься верным, и Бог настигнет тебя. 25 стих. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Дабы не было разделения. То есть я уже рассказал, потому что есть некоторые разделения. Вот сегодня у нас сколько людей, и все мы разные. Ни одной одинаковой прически. То есть определенная разность. Разность. Есть. Но, тем не менее, мы все люди. Поэтому здесь говорится о разделении, чтобы мы не разделяли сами. Кто-то слабее, кто-то хромой, косой, больной. Но написано о том, что вам менее благопристойных, большее попечение благовидных, неблагообразных, большее попечение они определяются. Но вот слово «одинаково» заботились друг о друге и говорит о том, что и слабые у сильных, и сильные у слабых. Если написано «одинаково», то это понятно, что это одинаково. Поэтому нельзя сказать, что я не могу, может, я не дорос, или еще что, поэтому вы мне. Вы вот знаете мой адрес, сюда приезжайте, сюда все скапливайте, сюда свозите. Нет. Написано, что одинаково каждый член производил свою функцию. Какую? Послушание голове. Это наше первое. И взаимодействие с другими. Если у тебя один палец, буй порезан. Вторая рука придет на помощь. Ты даже не задумываешь себя в голову. Ты ударился локотком. Опа! И одна рука тут же пришла на помощь и вытешает. Голова, между прочим, как была на месте, так и осталась. Язык не завизывает, правда, на локте. А как бы хотелось, чтобы именно пастор пришел, чтобы он утешил. Да пусть епископ подъедет. Да? Все-таки ведь на машине казенный ездят. Почему бы и нет? То есть, это я к тому, чтобы мы не пренебрегали проявлением заботы и любви Божьей через ближайших членов, находящихся с нами. Братья и сестры в твоей домашней группе. Братья и сестры, да, в твоей же церкви. На этом же ряду. В твоем же доме, в твоем районе. Поэтому иногда друг вблизи, ближе, чем брат Дали. Аминь. Аминь. Окей. Хорошо. Еще немного из послания филиппийцам, второй главы. Очень хорошая вот первая часть всей этой главы. Здесь можно было бы долго проповедовать. Я возьму только один маленький отрывок. Вязан с определенным духовным ростом в нашей жизни. То есть, мы поняли уже в прошедшей проповеди, что мы осветились не для того, чтобы лицезреть свою красоту. Маленький Саввул понял, что его задача будет смириться. И Бог нашел Ананию на него, который пришел, возложил руки на него. Зрение ему вернулось. И он сказал, ты будешь делать то-то, то-то, то-то и то-то. И с большим рвением он побежал к синагогу и начал всем доказывать о том, что Христос все-таки Мессия. За что его тут же подписали под смех. Нам лучше такого на казачка хлопнуть. Он побежал в Иерусалим. Иерусалим его тоже не принято. Бог всегда найдет людей, которые могли бы стать для тебя учителями, наставниками, если ты послушаешься Богом. Если ты будешь до себе думать, что ты Бог земли, и сам Дух Святой говорит тебе только. А что, только Моисею, что ли, Бог открывается? Мы сами знаем. У нас здесь своих евреев красивых хватает. Чего он там понабрался? Чего, мало что ли? И Бог услышал, что они там шатались в этой палатке. Вы что там говорите? И Бог произвел то, чего Моисей даже не знал. А Моисей по своему сердцу, узнав, что такая беда, помолился за одного и за второго. Один успел покаяться, а вторая не будет. Потому что вот такая желчь в сердце. И закрылась человеком. Будешь критиковать, не будет детей. Вопрос не только в роде физическом. Вы представляете, что такое быть яблони и не перенести плода? То, что на тебе наделал табличку, да, там, Антоновка. А пришло время, а яблони нет. Цвет есть. Да, вот. Все, висточки, цветы, вот все, все есть. А яблоки не растут. И вот так из года в год. И народ, Бог прощает, а люди нет. А люди замечают, что-то они, что не рожают-то, а? Может, что не работает? Что, Бог чрево закрыл? Да ты, наверное, проклятая. И ходил он на застанах. И народ смеялся. Три дня они не могли выйти в путь. И народ, а что он не может двинуться? Пора будет уже идти. Он говорит, да мы тут не идем, потому что есть одна. Тьфу! Миллионный народ, около десяти миллионов. И все знали, что мы из одной бабы все стоим. И когда она вернулась обратно, обратно в народ, Бог прощает, народ не очень. От мала до велика, пока она шла до своих палац. И говорили, что из-за нее не стояли три дня. Это горе. Поэтому прежде, чем подумать и сказать какую-либо критику в адрес кого-то, подумать, сколько это тебе будет выстроить. А лучше всегда молиться за начальник. Итак, Филиппица, вторую главу. Первый стих пропускает, он говорит об утешении, об отраде любви, о милосердии, сострадании, общении духа, что очень важно для нас, иметь общение. Второе, то дополните мою радость, говорит апостол Павел, что продолжите свой рост, имейте одни мысли, что вы виновидение, одной цели, одно понимание, что церковь объединяется, что отдельная община объединяется, чтобы у нас была единодушие, единомыслие, чтобы мы работали на одну цель. То есть, третий стих говорит о том, что как только ты достигнешь единомыслия, как только церковь поймет, что у нас есть кредо, то есть, что переводится, по что мы верим, то есть, мы объединились под одной гидой, у нас одно видение, одна цель, Бог нам что-то открыл, какая-то миссия, мы работаем там или с бедными, или с наркоманами, у нас есть суповая кухня, то есть, мы вот все сконцентрировались. И в этот момент, он говорит, ничего не делайте, значит, они до этого уже что-то начали делать, то есть, они делают второй стих и первый, извините, я должен немножко перепрыгивать, поэтому, он говорит, ничего не делайте по любопрению или числами, любопрению, то есть, из духа соревнования, или по числами, то есть, из гордости, что мы лучше, или мы сильнее. Делать может только тот, кто сильнее, да, слабый не может делать, потому что он слабак, поэтому сильнее может поднять 35 килограммов, а слабый еле на 8 килограмм поднимает. И тот, кто поднимает больше, чтобы он не чеславился над тем, кто поднять вообще ничего не может, или, если и может, то очень мало. Поэтому, Слово Божие предупреждает, то есть, предупреждает, что если ты уже с тараканами разобрался, с грехами разобрался, дела плотят и понял, ты пришел в утешение, ты пережил Божью любовь, ты заимел общение в духе, ты пошел в дела милосердия и сострадание как в себе, векторное движение так и вне, только от тебя в руки, если ты уже дополнил радость духовного начальства, или духовного служения, да, над тобой власти духовной, через то, что ты вошел с ними в одни мысли, да, ты мыслишь так же, как мысли пастора или епископа, да, мыслит вот вся наша, все наше братство, ты имеешь одну любовь, то есть, ты объединился, что мы говорим, что не своими силами, а любовью Христовой, то есть, ты стал, ты знаешь, чтобы ты вливаешься в монолит, ты становишься кременем Божьим, ты в единодушии, что говорит о том, что и эмоции твои, и чувства твои, они тоже теперь согласны с тем, с чем согласен твой дух, а это не мало, это много, и у тебя есть единомыслие, ты понимаешь, хоть мы и разные, но мы делаем одно дело, и мы его делаем, потому что дела милосердия и сострадательность, это глагол, они просто поговорили, разошлись, то третье, он говорит, ничего не делайте по любому времени, или очень сладко, а почему только предупредить, потому что как только у нас появилась своя суповая горня, а у нас стоя нет, вот мы-то бедно служим, а вы? А вот у нас в прославлении четыре гитары, то есть, понимаете, как только мы что-то начинаем делать, то, что мы делаем, это от Бога, ты хочешь или не хочешь, потому что мы не только дух и душа, у нас еще плоти, она начинает диктовать такие вещи, как простые, надменность и гордость, любоприятие, любостижание, что смотрите, наша церковь, что он достигла, смотрите, у нас своя газета, да, у нас есть свой сайт, мы на фейсбуках, мы делаем, у нас миссия, мы послали миссионеров, там, не знаю, в Африку, послали в Австралию, у нас несколько студентов учатся в библейских школах, в слове жизни, да, в Упсово, и у Мацулы в Москве, у нас также служат они, там еще и в Австралии, в Хиллсон, и там, понимаете, и мы обрастаем вот такими моментами, да, вот такими распальцовками, то есть теперь мы уже во Христе, уже в Царстве Божьем, о которых Павел четко говорит, что, друзья, здесь нет никакого духа взглянного, оно не может быть, если оно есть, нужно убивать сразу на корне, если такое есть. Нас пригласили, как там, в город Ракхоль, то есть морская община, пригласила нас, русских, спеть там песни, с пастором Виктором, мы приехали, они сделали такие растяжки, такая большая реклама, брат Сталина приезжает, ну, что-то там, немножко не так написали, написали, брат Сталина. Ну, здесь можно было бы посмеяться, ну, ладно, проезжали. Да, я понимаю, что это не понимают нигде, особенно грузины, а будет вообще ступор, когда я с тобой говорю, ты кто? Я говорю, брат Сталина. Такой молодой, и больше на Ленина похоже. Это мне тут недавно сказали. Но я не обижаюсь. Дальше мы говорим, то есть ничего не делать из-за любостяжания, любопрения, из тщеславия, то есть из двух соревнований, у нас лучше. И вот мы приехали в Эдарак, там реклама, внутри там все это, ну, пыльно так, и знаете, у них эти микрофоны, знаете, со шлунками. И вот пока мы там ходили, я должен был проповедовать, мы дали музыкальный концерт, и пока я ходил, эти шлунки, они действительно, как бы, ну, оставляют такие полоски, и я весь был полосатый, вот так, все же у меня штаны, все блюки, вот так, заболосовались, потому что, ну, грязно, то есть я чисто приехал, вручание грязное. И внутри, когда я подумал, да что это такое, что за церковь, нет нормального микрофона. Ну, вот такого, чтобы, ну, со шнурком, а знаете, шнурок, это вот между ног вот так, я так пошел, а у меня, типа, даже отсюда торчит, знаешь, а люди что-то расшрут, я думаю, что это такое смешное, сказал, на самом деле, просто голубо выглядел. И я, знаете, как-то внутри, так немножечко так, никому не сказал, а в сердце, как-то так, пренебрежительно. Ну, что такое церковь, уже 15 лет, уже на микрофон, может быть, нормально накопить. И как-то это сказал, вот так, и Дух Святой облечил меня. Я вернулся обратно. И, нет времени об этом обо всем говорить, но есть потрясающее местоописание, оно говорит, вспоминайте дни, через которые вы пришли. Он говорит, это просто о пустыне. Да, он говорит, тогда, когда вы войдете вот туда, куда я вас веду, вы будете насыщаться, вы будете жить в своих домах, ездить в своих виноградниках, вы только не забыть. Он настолько предупреждает, потом говорит, вы только даже не посмеете ожиреть и сказать, что это ваши руки все сделали. Ваши отцы жрали песок, гибли в пустыне, умирали под псомны и гимны христианские, когда их вели в ГУЛАГе. Кто-то заплатил цену, чтобы сегодня мы вот так в школе могли бы проповедовать микрофон Евангелия. И Бог не говорит, через Духа Святого, вот ты и сделай что-нибудь, чтобы в этой церкви появился первый микрофон. Без этого. Потому что именно тебя я избрал. Знаете, Бог так это красиво всегда подносит. Я, знаете, я уже подумал, лучше бы я даже не думал еще вот 10 минут назад, что почему же они микрофоны купить не могут. Поэтому не надо даже идти этим путем, потом же Бог скажет, вот ты, поэтому Бог, это Он, любитель, грустяк, лучше заснунуть в лукошках. Да, ему кажется, всякая инициатива наказуема, Христос видит в тебе потенциал и инициативу. Но я, конечно же, сослался, что я беден. То есть, мне нужно все аргументы выложить, козидоры только есть. И потом я даже в этом показе лучше бы молчал в тряпочку. Потому что нельзя Богу говорить, что у тебя ничего нету, потому что у тебя есть во-первых, ты сам Его обидел. Это раз. Во-вторых, у тебя есть жизнь, в которой ты уже живешь, иначе нечего было бы тебе говорить. Ты уже на землю, у тебя две ноги, две руки, два глаза. Помните сестричку, которая сказала, у нас дома ничего нет. А потом вспомнила, нет, есть еще чуть-чуть. А то, что у нее еще два сына, она про это тоже забыла. А то, что они еще в доме живут, тоже забыли. А то, что у них в доме есть хоть и сосуды, хоть и пустые, но они все-таки есть. И Бога и Служика этого уже достаточно. Ты просто идти в послушание, сделай, что можно. И заплатишь за долги, и выкупишь сыновей, и все будет у тебя нормально. Несмотря на то, что даже кормилица может. Я прикормилица, говорит Господь. И нас благословили. Знаете, хорошие, когда, как бы правильно считать, что вы и сам так делали, что если кто-то приглашаешь, ты потом и снаряжаешь, и благословляешь. В общем, вам дали какую-то денежку. Как я могу сказать, что теперь у меня ничего нет? Как только он пришел в конверт, я понял, и Бог нету. Не открывай, братья, все так, не открывай, честно говоря, не открывай. Даю пастеру, говорю, пастер, и я говорю, что это мой вклад в покупку микрофона без шнура. И он уверен, я больше, чем уверен, даже не хочу спорить, а то мы решили что-нибудь придумать. И мы отдали. Прошло два года, нас пригласили в эту же, они снова проводили в палатку в центре города, и нас снова пригласили. И вот нас пригласили, идет юнгализация, наш момент, мне дали микрофон, я начал там говорить по-русски, по-эстонски, и пастер смотрит на меня, и говорит, ну, пайцы, вы тогда эти там, такой брат, благословенный, служил в то время, он такой, знаешь, ну, нормально. Я такой, нормально, нормально. А он мне, ну как, микрофон нормально? Я говорю, да все, хорошо, слышно, все, люди слышат, нормально. Он говорит, так микрофон. Я говорю, что ты, креста, с микрофоном, он говорит, так микрофон. И я начинаю вспоминать, знаете, я в духе, а у меня про микрофон. Я такой смотрю, вот он этот, я говорю, ну так помни, я говорю, да, вот тогда я понял, все. Кольцо Господне замкнулось. К чему это все? Что в теме Христовом не может быть надлини, вот это духа соревнований. Какая у вас техника, какая у нас техника, у кого есть камера, у кого нету камеры, у кого прославление, семь человек, у кого только два, у кого только один синтезатор, и так далее. Потому что не в этом, не в этом суть. Суть в том, что мы исполняем, как тело Христово, как его церковь, в толпе утверждения истины, спасая людей. И служа друг другу, и служа Богу. Или служа Богу, служа друг другу. Амин. Поэтому что он говорит? Он говорит, но, скажи но. Везде в библиоте написано но, после этого идут золотые слова. Но посменно мудрию почитайте один другого выше себя. То есть, Бог хотел сказать, чтобы я почитал эту маленькую церковь выше, чем себя. И он говорит, теперь вот и ты. А я всегда думаю, что приедет для ДСМ. Желательно из Америки, богатый. Вот пусть он нам купит. И я так и думал. Серьезно. Приехали там не кто-нибудь из Австралии, бизнесмены самого Лестера Сэмблова. Не, не Лестера Сэмблова, Эд Кола. Эд Луи Кол. И он приехал с миллионерами. Четыре брата сидят. Один другого лучше. У этого за полторы тысячи долларов костюма. У этого только одна цена защипка для галстука в две тысячи долларов. И вот самый самый из них такой маленький вышел брат. Тоже миллионер. Сказал, что я подкрою только пять раз. Эти самые зеленые. Остальные братья все по семь, по восемь подкроют. Они такие сидят. Я так подумал, у вас он маленький, поможешь, знаешь. Это надо. Мне кто-то сказал, не надо говорить о нуждах. Скажи о видении. Потому что никто не заинтересован в твоей нужде. Я так подхожу к нему. Конфедия Цезар Машин, я его поблагодарю. Может, в нашей церкви было. Молодец, говорю, слава Господа за тебя. Я говорю, у нас есть видение. Знаете, прямо как I haven't dreamed. Вступление было красивое. Я говорю, хотим микрофоны без шнурка. То есть это было еще до того, когда мы в Раппетис ездили за пару лет. Что вот мы коким, потихоньку, что они дорогие, надо накопить. Ну, это массируем этого миллионера, что, что его там в 200 долларов задать. Вы знаете, я услышал золотые слова воды. Я просто выпал. Он говорит, молодцы, копите и купите. Мое сильнейшее откровение любви. Миллионер. Он говорит, купите и купите. Поэтому вот всю жизнь вот ты живешь во Христе, всю жизнь ты учишься. Тогда, когда только начались наши церкви, наши церкви сливали все, что уже у них в церквях, уже пришло в негодность. И приехали такие ржавые микрофоны, какая-то техника, безручек, там что-то надо, спичку наставляли, подкручивали, или там уже твердко стояло. То есть, возьми Боже, что нам не больше. И знаете, как-то вот, как-то, знаете, как-то цепляет. Но мы же все-таки не уставные еще. Знаете, вроде бы выбросить жалко, да, но уже и, знаешь, чемодан без ручки. Ну и нести уже неудобно. Отправим мы в Эстонию. Там братья, пусть тренируются. И знаете, Бог пришел, и он такой, знаете, просто высвободил от этого чипа, такого жмота, он сказал, ты накопи, купи то, что нужно. Чем вот ждать вот этих подачек, и потом плеваться и криктеть над тем, что и тебе тоже не угодно уже. Оно у тебя даже стыдно. В этом. Ты накопи, купи, что тебе красиво, чтобы в Царстве Божьем, чтобы в Церкви было красивое, правильное. Кто мешает? Накопи и купи. И я ему такой, спасибо. И потом накопили, купили, а потом еще и помогли купить фрагменты.